Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня, ребятушки, у нас очень и очень интересный смартфон, максимально заряженный на доллар стоимости, на рубль стоимости и вообще на любую, наверное, существующую валюту, потому что, ну, вы просили, ребят, делать не только новостные ролики, а вот этих вот хитах, которые я вам рассказываю, там, супер мега заряженная пушка, там, за 100 баксов, за 150, какие-то там космические характеристики. Сейчас мы все это дело будем проверять на практике и смотреть, на что же они действительно способны, потому что сегодня у нас один из таких аппаратов, максимально вкусный, заряженный, жирный за свою цену. Конечно же, сейчас прайс немножечко подскочил, потому что вот эти все акции, они обычно на старте продаж. Так вот, вот этот аппарат на старте продаж стоил в районе 110 баксов, может быть, даже дешевле. А сейчас стоит чуточку побольше, но вроде как с 7 по 9 число, я сейчас посмотрел на Алике, он будет тоже стоить там в районе 114-112 баксов. Это очень-очень хороший прайс, в районе 9 тысяч рублей с копейками. Так вот, что же мы получаем за эту цену? Ребят, 256 гигов накопителя, меньше десятки аппарат, да какой еще можно похвастаться таким объемом? Это просто единичный случай, 8 гигабайт плюс 8 гигабайт оперативной памяти, итого в совокупности 16 оперативки, 48. У нас получается камера 5200 мАч, довольно крупный дисплей, а также тут у нас еще и довольно мощный 8-ядерный чип в рамках, опять же, ценника 9-10 тысяч рублей. То есть, в совокупности, повторюсь, мы получаем очень и очень интересный аппарат на бумаге, что на практике сейчас будем распаковывать, смотреть и тестировать. Ко мне в Краснодарский край посылка со смартфоном, ну, как всегда, плюс-минус шла примерно около двух с половиной недель. Все ссылочки с минимальной ценой там, где я брал этот аппарат, я оставлю в описании под этим роликом. Надеюсь, окажется полезной. Ну, а мы приступаем к вскрытию, погнали, ребят! Так, конечно, я не скажу, что я шокирован прям упаковкой, но вроде как все доехало прям в целости и сохранности. Никаких дефектов я не вижу, это Cubot P80, тот самый аппаратец, повторюсь, за 110 баксов, который нашумел в свое время на старте, там его раскупали, судя по заказам, прям как горячие пирожки. Ну, а все технические характеристики, ребятки, вам только что рассказал. А, тут еще IPS Full HD Plus дисплей, напомню, смартфон за 110-120 баксов. В целом, опять же, коробочки, ну, никаких претензий нет, в принципе, никакого вау-эффекта. Такая вот простенькая, стильная, минималистичная, конечная, название модели и технические характеристики. Продолжаем ее потрошить. И вуаля, это пока что сюды. Ну, и вот, посмотрите, красавец смартфон, я уже вижу, что он еще и в защитном чехле идет. Так, а ну-ка, выходи, он у нас в лавандовом, максимально таком вот утонченном исполнении, но он еще есть в нескольких цветах. Разумеется, по ссылочке там со всем этим делом сможете ознакомиться. Буклетик, инструкция. Что у нас по комплекту поставки? Я думаю, она плюс-минус стандартная. Есть, нет, не стандартная, ребят, за 110 баксов тут еще наушники лежат. Ну, я не думаю, что там какие-то крутые наушники. Итак, USB-C кабель, блок зарядного устройства. Что у нас тут по зарядке? Ну, 18 ватт. Есть еще, напомню, то, что есть похуже. 10 ватт, это 18. Это не какая-то там супер-мега-быстрая зарядка, но, в принципе, 5200 мАч. Плюс эти вот 18 ватт заряжаться, он будет около полутора часов там. Плюс, ну, я не могу придраться, опять же, за этот прайс. Это было бы уже каким-то кощунством. Ладно, опять же, вот эти вот самые наушники. Но это не просто наушники, это даже полноценная гарнитура, я вижу, с тремя кнопками. Офигеть. А, тут еще вот такая вот странная штука. А, это у нас сюда заправляется вот эти вот сами провода, и можно их будет смыкать. Ну, в принципе, я, наверное, даже не буду распаковывать. В любом случае, вот такая мелочь есть, приятная, быть может, кому-то вдруг даже и пригодится. Что еще у нас тут интересного? О, набор елки-маталки. Руководство пользователя в количестве двух штук. Скрепка для извлечения символотка. И я смотрю, тут еще один бонус у нас идет. Это, повторюсь, стандартная, вроде, как комплектация. Я уже, честно говоря, не помню. Опять же, по акции, там за минимальный прайс она бралась. И вот, стекло еще идет, защитный. Я надеюсь, тут еще и пленка поклеена на дисплей смартфона, чтобы прям вообще максимально все было жирно. В общем, с подарочками и комплектом тут все в полном порядке. Ну, вы знаете, то, что сейчас берешь смартфон за 100 штук, и там только смартфон. Ни зарядников, максимум какой-нибудь USB-C кабель. Ну, а тут же гуляй на все 100 баксов, как говорится. Так, а что у нас тут? Ну, чехольчик тоже довольно-таки простенький. Конечно, он впился прямо в сам смартфон. А, тут у нас такие ребра есть, кстати, защитные. Он прямо хватается вокруг дисплей. Во всеми есть небольшая защита. Прорезь для, получается, сканера отпечатков пальцев. Да, у нас есть сканер отпечатков пальцев еще в смартфоне. Тут у нас кнопка включения, качалка регулировки громкости. Все, в принципе, защищено. И довольно толстые бортики для защиты глазка основной камеры. Итак, вот он, красавец, наш девайс. Ох ты, практически под металл, хотел я сказать. Но все-таки это у нас полностью пластик. Ждать каких-то премиальных материалов корпуса, это вообще был бы какой-то нонсенс. Но, вроде как, выглядит вполне себе симпатично. Так, давайте-ка уберем все ненужные транспортировочные пленки. Знакомимся с экстерьером этого красавца более подробно. На лицевой стороне Cubot P80 находится, ну, опять же, в рамках бюджета у нас каплевидный глазок фронтальной камеры. Далее сверху идет разговорный динамик, датчики, ну и сам дисплей, сдиаганаливший целых и пятьдесят восемь сотых дюйма. Справа мы найдем кнопку включения и, кстати, отдельный сканер отпечатков пальцев. На левой же грани у нас есть качелька регулировки громкости и слот. Слот, кстати, комбинированный. Сюда можно поставить либо две наносим-карты, либо одну наносим-карту и карточку памяти. Но, опять же, я не думаю, что стоит приносить в жертву карту памяти. Так, у нас тут 256 гигов. Сверху, кстати, только два вот таких вот датчика. Но, скорее всего, это либо датчики освещенности, либо приближения. Быть может, еще какая-то интересная тема. На нижней же стороне смартфона есть два симметричных отверстия, в одном из которых находится микрофон, в другом динамик громкоговорителя. Ну и по центру USB-C разъем. Ну и на тыльной стороне этого ни на кого не похожего девайса находится максимально индивидуальный глазок основной камеры. Тут у нас располагаются три датчика. Далее идет вспышка, ну и, собственно, все. Ах да, за пределами глазка, конечно же, логотип компании Cubot. Ну и тут же подмечу то, что задняя крышка у нас глянцевая, значит, она будет собирать отпечатки пальцев. Особо сильно это будет заметно на каких-то темных решениях. Тут же в лавандовом особо в глаза не бросается. А знаете, ребят, ну в целом-то неплохо. Ведь собран смартфончик довольно-таки адекватный. Я не требую от него каких-то зообочных, повторюсь, материалов корпуса. Но тут у нас вроде как то ли симуляция, то ли стекло. Не пойму, потому что... Нет, это, скорее всего, какой-то хитрый отполированный пластик, потому что оно визуально, плюс оно еще немножко холодит руку. Подозрительная вещь, на самом деле. Но вот в чем я на 100% уверен, то что рама у нас полностью пластиковая. Хотя, если посмотреть на многие другие бренды по 300, по 400, по 500 баксов, смартфоны полностью пластиковые делают, то и ничего. Им все сходит с рук. А тут аппаратится, повторюсь, за такие деньги докапываться. Не вижу никакого смысла. Тем более, тут нигде не клеюка, никаких там щелей, выпадающих батареи, еще чего-то подобного не вижу. Плюс ко всему, несмотря на то, что у него немножко, я бы сказал, уже заезженный дизайн, вот этот вот, ну, как говорится, кому-то он может понравиться. Поэтому, опять же, все это дело вкуса. Поэтому пишите в комментариях, как вам подобные решения с оглядкой на некоторых других производителей. Ну, он, я не скажу, что прям сильно похож. У него свои собственные нотки, своя компоновочка тоже по камерам и так далее. Но, в целом, выглядит вполне себе адекватно, симпатично. А вот эти вот новомодные скошенные грани присутствуют. Самое главное, повторюсь за этот прайс, то, что он, в принципе, адекватно выглядит, неплохо собран. Ничего такого зазорного в нем абсолютно нет. Аппарат неплохо лежит в руке. Плюс ко всему, еще вот это вот заигрывание с каким-то премиум сегментом, типа под стекло все сделано. И, честно, я ожидал за эти деньги что-то на уровне погремушки в плане сборки. Потому что, ну, обычно, если производитель вложился в железо, а тут явно производитель вложился в железо, за этот прайс я ничего более мощного найти, опять же, ну, можно. Вот чуть-чуть подороже можно докинуть и взять, опять же, у них будет 7-го числа продаваться Кубот X70. Там вроде как разница будет на 20-30 баксов, может, чуть больше. Но там и Helio G99, и 24256, и камера на 100 мегапикселей новая используется, и множество, там 120 Гц дисплей заряжен за 150 баксов, просто какие-то... В общем, ребятки, тоже оставлю ссылочки в описании, возможно, кому-то окажется полезной и такая машинка, и такая, и такая. В общем, на все поскидывает, там уже посмотрите и разберетесь. Ну и повторюсь, пишите в комментариях, как вам внешка нашего сегодняшнего героя. По мне, в лавандовом, наоборот, максимально выигрышный вариант, так сказать, на женскую аудиторию прям очень-очень хорошо попали. Итак, ладно, давайте-ка зап... А, и жму, жму на сканер. Ну, в принципе, опять же, когда мы будем, ну, забьем отпечаток пальца, то будет, наверное, удобно сразу нажал, он все равно будет включаться, это не проблема. Но вот основное включение первое, конечно же, на эту самую кнопочку. Сейчас мы проходим все быстрые настройки и продолжаем. И вуаля, магия кино в действии. И наш девайс, собственно, как я уже, или я не помню, говорил или нет, но у нас тут максимально свежоактуальный 13-й Android. Да, вот такие вот пироги. В принципе, повторюсь, уже неоднократно говорил, доступное устройство. И вроде как еще и актуальная версия зеленого робота. Хотя, в принципе, опять же, как я говорил во многих других роликах, между 12-й и 13-й версией Android больших, каких-то кардинальных отличий лично я не вижу. Что-то где-то допилили, переделали, переставили, отшлифовали, оптимизировали и так далее. Ну, в принципе, так и должно быть, как говорится. Так, информация о нашем сегодняшнем герое. Так, что еще хотел показать вам. Сейчас прилетела какая-то обнова. Вот он ее качает. 37 мегабайт. Она весит, правда, качается уже пару минут. Честно, наверное, с какого-то там китайского сервера. Но, в любом случае, поддержка есть, обновы приходят, обновимся, протестируем уже на максимально актуальной версии прошивки. Что-то ребята исправили, что-то добавили, что-то, быть может, даже переделали. Ну, а так, повторюсь, чего-то прям мега запредельного, того, что мы не видели, тут опять же нет. Сток от Google, 13-й дроид со всеми Google сервисами. Как вы можете заметить, тут, по сути, одни Google. Я ничего тут такого лишнего не вижу. Вот основная папка с Google сервисами. Это не Android Go, не обрезанная версия. Тем более, она тут не нужна, потому что тут и процессор, в принципе, такой-то адекватный за данный прайс. И большое количество оперативной памяти, накопителя и так далее. Так, ну, сейчас у нас все это дело обновит, и мы уже продолжим дальше наши тесты. Пока что в настройках я чуть-чуть тут посмотрю. А, вот, расширение оперативной памяти. Напомню, обычное, физическое. У нас 8 мегабайт, плюс 8 мегабайт дополнительного буста расширения, который, в принципе, вот, производитель из коробки не активировал и не нужно. Ребят, вы можете его активировать, собственно, если вам не будет по каким-то там причинам хватать 8 гигабайт оперативной памяти на данного рода устройстве. Ребят, ну, честно говоря, хотя тут, опять же, 256 гигабайт накопителя, вот эти 8 будут браться из накопителя. Накопитель в любом случае по скорости отклика будет меньше, ну, медленнее, чем оперативная память основная. Поэтому я вот так вот и оставлю. 8 достаточно. Ни на производительность в играх, ни на что другое это, по сути, не повлияет, если, опять же, вы не будете прям кучу вкладок в хроме. Вам надо открыть больше 200-300 штук и держать каждую, и так далее. Там кучу программ небольших, чтобы он не выгружал и тому подобное. Есть, разумеется, ускорявки, бустеры, дура спит. Ну, это у нас медиатековская тема. Она на многих устройствах встречается. Но так, что-то такого интересного я вам тут даже, наверное, не покажу сейчас, потому что тут ничего такого и нет. Стоковый Android. Максимальная яркость выглядит вот так вот. Как говорится, видали и больше. Но, в целом, опять же, за этот прайс я не могу придраться. Экран тут действительно неплохой. Во-первых, он не HD+, это Full HD+, матрица EPS. Довольно крупный, 6,58 дюйма. Быть может, в такси, кому-то для старших людей крупный шрифт поставить, чтобы читать что-то. На солнце текст, я думаю, будет оставаться читаемым. Это не какая-то прям мега суперкрутяцкая EPS-панель. Разумеется, не из топового флагмана, но среди его одноклассников лучше. Это тоже будет проблематично, опять же, найти. Потому что, наверное, в 80% случаев за 9-10 тысяч рублей будет засилие HD+, матриц еще даже. Не говоря уже о каких-то там супер-мега углах обзора. Так, ну и минималочка у нас, ребятки, выглядит вот так. Ну все, что тут еще показывать? Сейчас вот клацаю, листаю, пытаюсь что-то найти, что-то уловить. Да вроде все работает вполне себе адекватно, опять же. Ладно, в общем, сейчас я поставлю сюда тест Antutu. Прогоню разиков 5 на наш сегодняшний девайс. Разумеется, поставим обнову и попробуем выжать из него все по максимуму. Ну и в Antutu девятой версии наш сегодняшний потанцевальный топчик за свои деньги набирает вполне себе, ну неплохие, я бы так сказал, в рамках его ценника 237 803 очка. В принципе результат это у нас пятого прогона, максималочка. А так результаты скакали от 220 было по минимуму и до вот этих самых 237, что опять же, как я уже говорил неоднократно, очень и очень близко к результатам Helio G85. Но тут же у нас ставится совершенно другой камушек, это MT87-88, там какие-то буквы, много на самом деле на рынке сейчас всевозможных его модификаций. Это, насколько я знаю, чип для планшетов, то есть он изначально предназначался для планшетов, потом по всей видимости что-то поменялось и теперь хлынул на рынок доступных смартфонов, где он, кстати, неплохо-таки прижился и позволил этим самым смартфонам выйти на немножко другой уровень. Опять же, я говорю сейчас про максимально дешевые решения, в принципе наш сегодняшний герой является таковым. И в совокупности, опять же, 8 гигабайт оперативной памяти, дает раскрыться камушку, вот 230 очков плюс-минус он выдает, вне зависимости от прогона, результаты скачут не сильно, поэтому опять же и троттлинга как такового тут тоже особо не наблюдается. Что касается производительности общей, то в интерфейсе 60 герц он вытягивает без проблем, опять же, тут нет никакой высокой герцовочки, поэтому в принципе данному камушку живется, ну я бы сказал, комфортно, вот так вот. Любые повседневные задачи ему по плечу, социальные сети, просмотр видео на ютубчике, Full HD 60 кадров в секунду без потери кадров и артефактов, вы знаете то, что на многих дешевых решениях там артефакты выскакивают, такое все, через 15-20 минут просмотр видео, тут ничего такого нет. Гонял ютубчик в течение часа, вообще не намека на какие-то подлагивания, поэтому я сказал то, что вот этот чип, хоть он и для планшетов изначально проектировался в смартфонах, зашел просто на ура. Что касается игр, то опять же стендов, практически везде 60 кадров в секунду, это очень-очень неплохо для доступного решения до 10 тысяч рублей на максимальных настройках графики. Кстати, что касается PUBG New State, то опять же низкие настройки графики и максимально доступный FPS, 90 тут конечно же не поставить, ставим 60 и вот около этих 60 он и должен у нас скакать. В принципе тоже немножечко покатал, поиграл, могу сказать то, что все играбельно. Опять же не гонимся за какими-то максимальными настройками графики, главное, что играбельно и в течение продолжительного времени, то есть каких-то жутких просадок, фризов и так далее я опять же не наблюдал. Поэтому, в принципе, с учетом его ценника можно отнести его к девайсам игровым даже. Почему я так говорю? Потому что, ребят, не у всех в кармане 30, 50, 60 тысяч рублей на игровой смартфон. Человек ищет максимальную выжимку по железу в свой бюджет. Вот есть у человека там 8, 9, максимум 10 тысяч рублей, в принципе можно рассмотреть, опять же, можно рассмотреть какие-то другие. Я никому не навязываю этот смартфон абсолютно, но объективно, если посмотреть по его цене и его характеристикам, все вполне себе адекватно. Итак, если хотите, давайте-ка дружно наберем под этим роликом полторы тысячи больших пальцев вверх и отправим Cubot P80 на большой тест игр с FPS, нагревом и троттлингом. А теперь давайте-ка послушаем нашего сегодняшнего героя, но тут никакого стереозвучания ждать не стоит, тут у нас один динамик громкоговорителя используется, но я надеюсь, он нормальный, без хрипов, тресков, всяких, в общем, надеюсь на его качество адекватное. Итак, как я уже показывал, находится снизу, сверху только разговорный. Переходим в нашу переносную библиотеку YouTube, опять же, напоминаю, у нас тут 256 гигабайт накопителя, из которых пользователю изначально из коробки было доступно около 243, что, ну, как мне кажется, большинству пользователей, даже активных на подобном устройстве, будет хватать, ну, быть может, не супер за глаза, но это вполне себе адекватный объемчик, не 128, а 256, это отлично, за эти деньги найти больше, точно, я не знаю таких устройств. Итак, наша переносная папочка с библиотекой YouTube, и что, ну, давайте, какой-нибудь трек, что ж мы еще, да мы все, уже тысячу раз выслушали, громкость ставим на максимум. О, попытка, басы. Ну, ребятки, так, значит, опять же, упираемся в сцену и делаем выводы. По звуку, по громкости максимальный, он среднячок, то есть он не кричит как-то прям, чтобы перепонки лопались, нет, вот такого, это не хоть там броневик или фитрофон 7-го поколения. Вполне себе просто адекватное звучание. Главное, я не слышал каких-то там тресков, там, когда вот этот динамик трещит так на максимальной громкости. Средняя громкость, качество тоже, ну, четверочка, может быть, даже с плюсом, с учетом ценника, не более того. Хотелось бы стерео, но тогда это вообще был какой-то лёдый жир. Нормально. В Cubot P80 установится такой вот наборчик камер фронталочка у нас в каплевидном вырезе, по центру дисплея сверху она на 24 мегапикселя. Вроде как используется сенсор от компании Samsung, что, в принципе, Z-Price очень-очень интересно. Так, основная может похвастаться 48-мегапиксельным датчиком, тоже вроде самсунговским. Опять же, везде разная информация, но он точно на 48 мегапикселей. Следом идёт у нас макрообъектив на 2 мегапикселя, точно есть. И ещё один секретный датчик, потому что, на самом деле, я про него толковую информацию не нашёл. Вроде как на 0,3 мегапикселя. То ли портретник, то ли ещё дальномер, там что-то, короче, непонятно. В общем, вроде как две камеры у нас точно присутствуют. Остальные, ну, в принципе, опять же, за этот прайс чего требовать. Главное, чтобы основная фотографировала хорошо и селфи-пушечка тоже. Итак, я вижу, у нас есть зум. Зум максимальный, цифровой, четырёхкратный. Возвращаемся обратно. Бьюти, ночное вид, ну, это у нас получается ночной режим, макро. Так, давайте-ка сейчас примерчик небольшой вам покажу. Макрокамера, ребят, действительно, тут присутствует. Вот, на мелком тексте. В принципе, фокусируется. Но она у нас на 2 мегапикселя. Ну, опять же, даже на топах от Xiaomi, там тоже 2 мегапикселя, это макрокамера. Опять же, ночи, бьюти, картинка, видео. Меня интересует максимальное разрешение видеосъёмки. И она у нас, о, фух, Full HD. Я думал, тут будет сейчас какая-нибудь засада виде HD. Нет, Full HD разрешение у нас на видеосъёмки. Ещё по картинке, что у нас есть система стабилизации. Но, возможно, она работает только в фото. И вот максимальное разрешение, повторюсь, 48 мегапикселей. Что ещё интересного? Ultra HD, опять же, это, чтобы под рукой у вас сразу был, ну, когда вы хотите максимум выжать из камеры по количеству мегапикселей. Тут 48 будет. И портретный режим, быть может, там всё-таки есть какой-то дальномер. Ладно, ребятушки, в общем, выходим на улицу, берём кубот P80 за пазуху и посмотрим, что же нам действительно покажет по части фото и видеосъёмки. Тест записи видеокамеры смартфона Cubot P80. Запись у нас, получается, ведёт сейчас в максимальном Full HD разрешении 1920 на 1080 точек. Всё, что можно было активировать, разумеется, я активировал. Запись ведётся с рук. Идём обычным прогулочным шагом, и вы можете оценить, есть тут какая-либо система стабилизации или же нет. Потому что по дисплею смартфона, честно говоря, трудно всё это дело оценивать. Вы же на экранах своих устройств можете сделать какие-то, ну, посмотреть материалы и сделать какие-то выводы. В целом, картинка, с учётом ценника данного девайса, вполне себе предсказуемая, я бы даже сказал, со знаком плюс. Качество адекватное, опять же. Так, и давайте-ка ещё обкатаем систему автоматической фокусировки на макро. Посмотрим, как девайс пройдёт с этой задачей. Макро. Вводим на горизонт. Давайте-ка ещё раз макро. И ещё раз входим на горизонт. Ещё раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас записьёт уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя. И тут, да, к сожалению, 4SD уже не поснимать. Но, опять же, это будет HD-разрешение 720p. Честно говоря, по-прежнему непонятно, что у нас системой стабилизации. Смартфончик держу на вытянутой руке. Можете попутно оценить угол захвата изображения. Качество, опять же, для чего? Для видеосвязи, скайп, ватсап и тому подобное. Не более того. Ну, быть может, какие-то ещё моменты, там, зарисовочки сделать. И тому подобное. И вот так у нас снимает передняя камера Cubot TP80. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте мы, как всегда, будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх. Подписываемся на канал, прожимаем колокольчик. И чтобы не пропускать новые ролики на нашем канале. А также посещаем все наши сцены сети. Наш YouTube, ProTube, Index, Zen, группу ВКонтакте. И, конечно же, сообщество в Телеграм. Посты с самыми кротыми скидками, которые только нахожу на просторах наших интернет-магазинов. Так, разумеется, и на Алиэкспресс. Крайне полезная, ребят, штука. Пусть хотите действительно сэкономить. Ссылочка на нашу Телегу будет в описании под этим роликом. Всем еще раз огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку. В виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок. Действительно топовых годных гаджетов за свой прайс. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok